— Продолжай. — И, ну, как мне кажется, опять же, литература не привилегия всё-таки. Хорошая литература — это, возможно, привилегия. Но, опять же, издатели очень чутко следят за этим рынком. — Ну, издатели — мудаки, которые, блядь, никого не печатают. Умственно отсталые долбоёбы, понятно вам, ребят? К сожалению. Я, кстати, могу даже предположить, по какой причине проза Елизарова выстрелила. Ну, потому что он, блядь, долгое время был, в общем-то, популярным музыкантом, который пел довольно весёлые песенки, да, забавные песенки, которые людей веселили. Нашёл огромное количество фанатов, и только, блядь, поэтому его и напечатали. То есть, понимаете, в чём дело? Елизаров — это не просто писатель-прозаик. Это довольно широкомасштабная личность в итоге оказался. Ну, то есть, и он знаменит вообще как много кто, соответственно. Соответственно. Просто так заявиться в издательстве и сказать, смотрите, у меня охуенный роман, ну, вот вряд ли бы у него получилось. Вообще вряд ли у кого-нибудь получится так сделать. Это всё очень трудно, всё очень неоднозначно, особенно сейчас, в наши дни. Эх, хуйня всё это, хуйня. Спасибо, Бак, за 80 рублей. Давайте посмотрим, что вы там нам закинули. 2 мая 2018 года... Прожарка тёлки Поперечного. Прошу прощения. Что же такое прожарка тёлки Поперечного? С какого же канала? Юрий Хованский. 3 мая 2018 года Данила Поперечный выпускает прожарку Егора Крида. Там он выдаёт около 30 шуток про то, что в жопе Егора Крида находится мужская сперма, что Крид сосёт у Тимати, что у него странные зубы и так далее. Свой выпуск Даня заканчивает душераздирающей, речью о том, что он может шутить про что угодно, потому что это шутки. А если Криду что-то не нравится, это значит, что шутки были... Егор пишет, то есть сам по себе писатель про Зайк не может выстрелить без берграунда? Ну, ребят, давайте я вам поясню просто. Вы отсылаете в издательство роман. Допустим, это роман на уровне Достоевского. Тётенька, которая там, не знаю, какая-нибудь там сидит, письма пересчитывает. Скорее всего, она даже не редактор, просто какая-нибудь пиздафи там это. Просто пизда секретарша сидит без какого-либо образования, смотрит там письма, блядь, и отправляет почти все как бы нахуй, да? Отправляет все в корзину автоматически. Всё, конец. Вы, блядь, с гениальным романом уровня Достоевского уже в корзине находитесь, и ваш роман в этом году уже точно никто не прочитает. Бу-бум! Но, допустим, ваш роман прошёл дальше. Да, это пизда секретарша всё-таки там посмотрела, вроде, блядь, ну ладно, давай я редактору закину. Редактор смотрит на эту хуйню, думает, блядь, тут же введение на четверть как бы текста, подумает редактор, эту хуйню править лень вообще, тяжело написано, я что, дурак что ли? Не, мне лень над этим работать. Поковыряется в носу такой и скажет, да блядь, да я лучше полярного издам, серьёзно, ну как бы пошёл нахуй отсюда. Я впервые вижу это имя, как бы этого чувака, в конкурсах он не побеждал, да? Он не друг других писателей, не друг моих знакомых, он мне не друг, я его не знаю. Да пошёл-ка ты нахуй отсюда, как бы всё, пошёл нафиг, всё, текста нет. И так далее, так далее, так далее. Тексты принимают по довольно-таки, знаете, практичным критериям, ребят. И в этом смысле нормально издаться довольно тяжело. Даже если вы пишете хорошую литературу. Более того, более того. Даже сложнее издаться, если вы пишете хорошую литературу. Если вы пишете говно про попаданцев, вы, может быть, так или иначе попадёте в какую-нибудь такую вот серию книг, которые, знаете, издают массово, эту серию книг, для долбоёбов, которые читают только литературу про попаданцев. Да, есть такие долбоёбы. Есть такие долбоёбы, которые читают только там фэнтези с эльфами, с такими вот. Ууу, им обязательно такая хуйня нужна, и в такую серию тоже можно попасть. Но нормальные авторы под такие серии вообще не пишут. То есть ни один автор, хороший, качественный, не попадает ни под одну, блядь, серию, потому что, блядь, серии автоматически означают тупую, банальную литературу, просто ширпотреб для ебучего быдла, который, блядь, даже читает зря. Вообще напрасно умеет читать. Вот в чём проблема.